Друзья, всем привет! Сегодня мы на Мальте и представляем ваше внимание обзор нашего жилья. Остров Гоза, Мальта, город Марсалфон. Такое название, с первого раза фиг вы говоришь. Меня, как ты не снимай, я голодный. Квартира мы снимали на Airbnb, как в принципе большинство наших мест проживания в путешествиях. И вот начнем. Заходим и поворачиваем направо. Здесь гостиная, совмещенная с кухней. Мы завтра же уезжаем, поэтому у нас творческий беспорядок. Квартира очень большая. Она не столько большая, сколько длинная. Сейчас я вам это покажу. Но пока гостиная. Гостиная тут. Мягкий уголок, затянутый пленкой, чтобы не изнашивался, наверное. Сервант. Тут информация для туриста. Тут какие-то книжки он даже есть. Телевизор. Мы его не смотрели. Там какие-то каналы есть. Русские даже, по-моему, есть. Вентилятор. Кондиционеров тут нету, но вентилятора достаточно. Балкон и вид из балкона. Ну, балкон мы тут пару раз кушали. Вид упирается в соседний дом. Квартира находится в минутах десяти ходьбы. Вон в ту сторону, неспешным шагом от набережной и от пляжа. Там самый движ. По кухне. Как бы все есть, все, что надо. Кроме штопора. Купили вино и проталкивали внутрь пробку, потому что штопор не обнаружили. А так есть все. Ну, как бы все. И посуда, и микроволновка, и холодильник полноценный. Все. Вилки, ложки. Такое впечатление, что это как бы жилая была квартира, и вот ее недавно только начали. Ну, может, давно, но такое мнение, что тут люди жили, все как бы для жизни есть. Вон, даже детский стульчик. Стол большой, огромный, я бы сказал. Плюс здесь барная стоечка, хозяйственным уголком полки, пять вентиляторов. Но этот вентилятор не работает. Вместо него поставили вон тот напольный. И что я говорил, вон коридор, и это все наше. Мы сначала зашли, думали, может, там кто-то еще живет. Нет, это все наше. Как мы шутили, что если часто туда ходить, обратно, можно хорошую форму приобрести, спортивную. И что самое прикольное, там видели наш этаж, а здесь аварийный выход. Опа! Тут улица и первый этаж. Вот какие особенности мальтийского ландшафта. Здесь мы даже тут не были в этой комнате. Тут вон две кровати, тоже здоровенная комната. В комоде куча полотенец, как и пляжных, так и ванных. Постельная. Полноценная спальня. Шкафы. Гладильная доска. Утюг. Все присутствует. Вентилятор. Работает. Но правда шумно. И такое впечатление, что он вот-вот отвалится. Ночью спать под ним шумновато. Но ничего, нормально. Да, кстати. Мы ехали сюда и не знали, что тут оказывается на Мальте. Розетки вот такие. Вот под такой штекер. Обычная вилка наша сюда не подходит. Но тут были переходники, как бы. Нам они пригодились. Опять фитнес-коридор. Здесь находится балкончик. Хосинвентарем, газовым баллоном. И сушилка. Но правда тут особо ничего не сохнет. Потому что тут замкнутое пространство. И все время нет солнца. Здесь еще одна комната. Тут Ксюша с Яриком спали. Тоже вентилятор. Комод. Здесь ванна с туалетом совмещенная. Тут включается бойлер, нагревается. С водой проблем не было. Ну, ванная такая. Не первой свежести. Довольно обшарпанная. Кое-где. Ну, как бы. Нормально. Меньше всего мне понравилась душевая. Ну, и то привыкаешь. Тут такое. Старенькое. Все облезлое. И очень маленькое. Я тут еле помещаюсь во время водных процедур. Wi-Fi есть. Но правда только вот в этой комнате. Дальше он не добивает. Он в тот коридор и в те спальни он не добивает. Приходится только здесь им пользоваться. Wi-Fi нормальный. Внизу есть два магазина. Так называемого супермаркета. Один более супермаркет. Второй менее супермаркет. Но мы входим в тот, который побольше. Там все есть. И фрукты. И обычная еда. И все, короче. Что надо. Все есть. Вот они находятся вон там. Вон там остановка автобусная. Автобус идет в столицу. Острова Гоза Виктория. А чуть дальше, еще метров 200 пройти, будет остановка, которая идет к парому и по всему острову. Место расположения достаточно хорошее. Да, вот Ксюша говорит. Тут был нюанс для нее неприемлемый. Ну, первый день вообще очень пахло сильно, едко. Какой-то химий. Да. А мы обычно в каких странах живем, в каждой стране свой запах. Я подумала, это будет мальтийский запах. Я подумала, это либо от того, что опресняют воду, прям такой солью, или чем, может, в нос бьет. У меня же дышать было нечем. Кальциты у них такие химические средства. Потом к вечеру уже было все нормально. Наверное, постиранное, постельное, там какие-то химчистка может, дезинфикация. Ну, был какой-то запах. Ну, а сейчас уже он выветрился. В целом, по квартире. Ну, квартира нормальная. Отжили пять дней за эти деньги. Ну, тут на Гозе, да и вообще на Мальте, что характерно, сильно дешевых вариантов мы не нашли. Но этот вариант оказался приемлемый. И по месторасположению. Тут, кстати, большой плюс этого городка Марсалфорд. Потому что тут пляж более-менее нормальный. Для ребенка заход в воду, купание. Потому что нигде нет пляжей здесь, оказывается. Здесь везде камни. Есть где-то пляжи, может, парочку песчаных. Но это надо куда-то ехать. Там, Golden Beach какой-то. Но это надо ехать неприемлемо для нас. А тут десять минут нормальный пляж. Потому что ни в Валете, ни в деревне Шленде, где мы были, недалеко тут отсюда, ни в Виктории. Ну, мы не видели пляжей, более-менее, хоть похожих, которые здесь есть в Марсалфорне. Поэтому квартиру рекомендуем. Мы остались довольны. И в целом Мальты остались очень довольны. Всем всего наилучшего. До новых встреч. Пока. Продолжение следует.